Здравствуйте! Это Сумма за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе Ельцин. Центр скандала. Как в стране начался марафон высказываний о Екатеринбургском музее и почему дело может кончиться судом? Права депутата. Новый громкий автоскандал на сей раз действующим законодателем. Лишат ли его мандата? Никакого праздника. Детей и родителей без прививок не пускают на елки, а дома горожан подстерегают опасные искусственные деревья. Восьмые сутки пылает столица Урала спорами насчет Ельцин-центра. На этой неделе не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь знаменитый промолчал насчет музея первого президента России. Искра, из которой загорелось пламя общественной дискуссии, вылетела из-под самых знаменитых усов страны. То есть из уст кинорежиссера Никиты Михалкова. Кто участвовал, что сказал и почему дело идет к громкому судебному процессу, рассказывает Анжела Брик. Придать торжественности моменту, кажется, даже стены помогают. В Ельцин-центре вручают государственные награды. И уже одно это говорит о статусе музея современной истории России. Правда, не всем. В куларах только и разговоров, что о критике кинорежиссера Никиты Михалкова. В конце прошлой недели он во всеуслышание потребовал изменить содержание фильма, который показывают в экспозиции. Мол, он не воспитывает патриотизм и любовь к родине у молодого поколения и искажает историческую правду. Ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Ведь разговор идет не о том, чтобы закрыть центр, а о том, чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна. Первой в публичную дискуссию вступила вдова Бориса Ельцина, Наина Иосифовна. Ее удивило, что нелицеприятно о музее высказался человек, который там никогда не был. Ее позицию поддержал и губернатор Свердловской области. Евгений Куйвышев и пригласил кинорежиссера лично посетить центр, который уже оценили во всем мире. С пересказов и с рассказов других сложно давать объективные оценки. Поэтому я его пригласил. Надеюсь, что в скором будущем он подъедет. Мы обязательно проведем экскурсию. Ну и если есть какие-то замечания, обязательно его слушаем. С ответными заявлениями и открытыми в поддержку Ельцин-центра или наоборот, за эту неделю успели выступить премьер-министр Дмитрий Медведев и министр культуры Владимир Мединский, кинорежиссер Павел Лунгин и музыканты Владимир Шахрин и Андрей Макаревич. Хотя взрывоопаснее всех высказался житель далеких от Уральских гор, глава Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердеев. Нужна проверка. И если будет обнаружено, что в Ельцин-центре на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает. Депутат Госдумы Павел Крашенинников, лично знакомый с первым президентом Борисом Ельциным, критиканам отвечает перемирительно, но уверенно. По его мнению, экспозиция, посвященная переходному времени, показывает жизнь такой, какой она была на самом деле, без прикрас. Ну, а я знаю, какая здесь экспозиция, здесь было неоднократно, и с вами, кстати говоря, тоже. Вот, и я все это вижу, я сам все это здесь проходил, я же здесь жил, и жил и в стране, и в городе, который назывался тогда Свердловск. На самом деле, мне кажется, что здесь как раз все очень взвешено, и очень все разумно, и я, пользуясь случаем, хочу пригласить не только тех, кто в Екатеринбурге или в Свердловской области живет, чтобы сюда приходили. Сотрудники Ельцин-центра в недоумении. Экспозиция составлялась большим творческим коллективом социологов, политологов и историков. К тому же, большую часть выставки составляют документы и предметы истории. И экскурсии с детьми проводят профессиональные педагоги, которые никакой крамолы не несут. В образовательном отделе музея работают историки, преподаватели истории. Поэтому здесь говорить о том, что правильно, что неправильно, это академические знания, которые представляются у нас в школах точно так же. За академические знания об истории страны один из руководителей Ельцин-центра и сам историк даже собирается судиться с Никитой Михалковым. Да, действительно, Никита Михалков объявил, что Ельцинский центр собирается реабилитировать генерала Власова, и в Ельцинском центре происходит такая агитация. Это ложь прямая. И ровно по этой причине, поскольку там, в частности, упомянуто мое имя, значит, обсуждается вопрос, мы продолжаем его обсуждать с юристами, имеет ли смысл судебный риск вчинить Никита Сергеевича. Я вообще не ябедник, не люблю, как-то у меня, я никак в жизни не судился, и мне это, я историк вообще-то, мне как-то это неинтересно и не хочется. Сегодня книга отзывов Ельцин-центра пополнилась новыми записями, в том числе сделанными рукой представителей других стран. И сотрудники музея надеются, что вскоре увидят там и отзыв Никиты Михалкова. Депутат законодательного собрания Армен Карапетян за две недели до Нового года завоевал для себя традиционную, хотя и крайне сомнительную, Екатеринбургскую награду «Автоскандалист года». Полиция считает, что законодатель ввел автомобиль, будучи нетрезвым. Как отреагировал на скандал сам высокопоставленный водитель и почему его могут лишить статуса народного представителя, знает Надежда Маркова. На очередном заседании ЗАГС-собрания Армен Карапетян сидит в гордом одиночестве и то и дело поглядывает в сторону балкона, будто чувствует, что все камеры направлены именно на него. Срезловский депутат оскандалился на всю страну после того, как его кортеж был остановлен в центре города автоинспекторами. Дорожная полиция заподозрила народного избранника в употреблении спиртного за рулем. Но тот, размахивая красными корочками, словно заявляет, у него проездной. Депутат настаивает, он не водитель, а пассажир, поэтому показывать права и дышать в трубочку не собирается. На оперативном видео момента, как Армен Карапетян встает из-за руля дорогого внедорожника, действительно нет, но правоохранители объясняют, что начали запись, лишь встретив сопротивление ВИП-автомобилиста и пятерых его охранников. Граждане, у нас ездят депутаты ЗАГС-собрания, нетрезвые, отказываются выполнить законное требование сотрудников полиции. Депутат успокоился только после того, как ему скрутили руки. Чувствуя себя неуютно в тесном салоне патрульной машины, Армен Карапетян продолжает настаивать, что правил дорожного движения не нарушал. Отъехать он пытается и сегодня в разговоре с журналистами. Без комментариев. Совсем не хотите ничего сказать? Нет. А почему, Армен Аминович? Ну, спасибо. Может быть, буквально два слова? Свердловский полицейский, комментируя этот случай, теперь тоже осторожен в формулировках. Наличности не переходят, подтверждают лишь сам факт задержания. Сотрудниками ДПС ГИБДД на улице Челюскинцев в Екатеринбурге был остановлен для проверки документов автомобиль «Мерседес». У находившегося за рулем транспортного средства мужчины полицейские обнаружили внешние признаки алкогольного опьянения. Однако пройти медосвидетельствование гражданин отказался. Скандальное видео тем временем внимательно изучают в Генеральной прокуратуре и в Законодательном собрании. Коллеги депутата не исключают, что если подозрения подтвердятся, Арменом Крапетянам займется местная комиссия нравов. Мы направим, если нам пришлют уже итоги рассмотрения этой ситуации, направленную в мандатную комиссию для того, чтобы рассмотреть планы этического поведения. Тот факт, что закон законодателю не писан, не удивил бы многих. Армен Крапетян – личность широко известная не только в политических, но и в бизнес-кругах. Его фирму «Эмо» очень долго, недобрым словом, поминали тысячи екатеринбургских автомобилистов. Строители несколько лет не могли реконструировать улицу Степана Разина. Подрядчика в итоге сменили. За нарушение условий контракта фактически руководитель компании, депутат Крапетян, не рассчитался до сих пор. Но за новые нарушения платить, похоже, придется. Штраф и лишение прав – самое меньшее из того, что ему грозит. Это еще не все, что мы хотим вам рассказать. Смотрите после рекламы в программе «Сумма за неделю». Никакого праздника. Детей и родителей без прививок не пускают на елки. Дома горожан подстерегают опасные искусственные деревья. Назло рекордом. Как комик готовит будущих чемпионов и самых неподготовленных к спорту детей. Стихотворение лучшей городской поэтессы Александры Аксеновой про наше вот это вот все. Продолжение последует совсем скоро. В Екатеринбурге на днях зарегистрировали почти 13 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ. Это значит, что превышен эпидемический порог, причем практически во всех возрастных группах. Вполне вероятно, что скоро в городе будет объявлена эпидемия. Хотя ограничения уже введены из-за вируса кори. Родители школьников и дошкольников даже пожаловались в прокуратуру, что непривитых не пускают в учебные заведения и в том числе на новогодние праздники. Оказывается, что праздник может быть болезненным и дома. Главная угроза в своих стенах – это искусственные елки. Подробности у Ирины Шудько. Сав, это что ты такое нарисовал? Ёлка. Наряжать Саве теперь доверяют только нарисованную ёлку, ведь установка искусственная обернулась для ребёнка сильнейшей аллергией. После прикосновения к веткам у мальчика опухли руки и покраснели глаза. Правда, на что детский организм дал такую реакцию, родители поняли не сразу. Впрочем, как и врач. Врач сказал, уберите все новые игрушки. Мы убрали все новые игрушки, но всё продолжалось, даже хуже становилось. Руки уже были просто опухшие, красные, глаза красные. Он плакал каждое утро, почему-то именно утром всё обострялось. И потом я сообразила, что у нас рядом с кроватью стоит эта самая ёлка. И, соответственно, всю ночь он проводит непосредственно близости с ней. На рынке, где Дарья купила слезоточивую ёлку, торговля сейчас идёт бойко. Новый год не за горами. Деревья есть на любой вкус и кошелёк. Но, по словам продавцов, быстрее всего расходится классика. Вот такие метр четыреста и полтора метровые берут. Больше всего. Но они стоят не так дорого. Потому что он же по объёму меньше, по росту нормально, меньше дома тоже место занимает. Ёлки горожане, как правило, разбирают, не глядя в документы продавцов. А зря считают в Роспотребнадзоре. Ведь неправильное дерево легко может пошатнуть здоровье. При выборе такого товара следует доверять не столько глазам, сколько носу. Прежде всего необходимо обратить на запах ёлки. Дерево не должно иметь резкий неприятный запах. Ну, допустим, превышение формальдегида может привести к головокружению, тошноти, отравлению. Так выглядит примерное производство. Главные символы Нового года здесь растут не по дням, а по часам. Не семечка, а из этой зелёной ленты, которая, к слову, не пахнет и не пачкается. Всё согласно ГОСТу. В отличие от китайских ёлок, которые сейчас идут на удешевление, и использованный другой материал, который горит, то есть мы до сих пор пользуемся сырьём высшее качество. Всё сырьё у нас сертифицированное, не горит, то есть никаких случаев не было зарегистрировано, там, об аллергии или что-то ещё. Чтобы гарантированно купить здоровое дерево, специалисты советуют первым делом изучить сопутствующие документы. К ёлке обязательно должна прилагаться информация не только о производителе, но и адрес, на который можно направлять претензии. Впрочем, Дарья жаловаться никуда не стала. Просто скорее избавилась из заполученного дерева. Давайте продолжать истории известного комика, который вёл спортивно-юмористическую программу «Назло рекордом». А сейчас действительно «Назло рекордом» помогает стать чемпионами самым неприспособленным для этого физически детям. Я бы тут-то боюсь микроргон уронить. Нет, ты не уронишь его. Давай, остановись. Каждый шаг через усилие, но девятилетний Илья намерен сегодня пойти покататься на лыжах горных. И диагноз ДЦП ему не помеха. Главное – собрать все нужные вещи. Баклама очень большая. Еле-еле влазит. Давай скорее влазь. На Уктусе Илью ждут особые лыжи. Лыжи мечты. С ними ребят познакомил известный шоумен Сергей Белоголовцев. В своё время именно эти лыжи помогли встать на ноги его собственному сыну. У нас у младшего сына уже не ДЦП. Мы испробовали очень много разных методик реабилитации. И случайно в одной из западных стран подсмотрели именно реабилитацию через горные лыжи. Мы, в общем, конечно, не верили, что нам удастся это сделать, но мы взяли Женьку и повезли его туда. И когда он там через дней десять поехал сам по склону на горных лыжах, это было просто какое-то, я не знаю, как тарелка с инопланетянами опустилась бы. Если бы рядом, я бы, наверное, меньше удивился, потому что это было из области вообще фантастики, чудо и всего чего угодно. Держись, крепко и пристань. ДЦПшник, да, он же, у него организм немножко весь скрючен и скособочен, и он принимает какое-то положение в пространстве, и он в нем немножко закостеневает, и он движется так, как ему кажется удобней. И порою ему распрямиться и раскручиться не дает вот тот самый момент, что вот именно так он зафиксировал себя в пространстве, и так он продолжает жить и существовать. А лыжи абсолютно погружают его в другую среду, то есть в другую физическую реальность. То есть ему надо по-другому переносить вес тела, у него смещается центр тяжести, ему нужно работать руками, ему нужно работать ногами. То есть они опираются на слайдер, когда у них все начинает работать по-другому. И вот это вот ломание вот этого вот, ну, зажатого стереотипа, вот это раскрепощение убирается с пастика, и человек начинает по-другому держать свое тело. Самое трудное – это математика. Нет, а в лыжах? В лыжах все легко. О своем сыне Сергей Белоголовцев не без гордости рассказывает, что Евгений вырос, стал телеведущим и единственный из всей семьи получил актерское образование. И лыжи мечты сыграли в этом не последнюю роль. Так что нынешним любителям быстрых спусков остается только мечтать и кататься. В Екатеринбурге на лыжах стали уже больше десятка особых детей. Еще 20 человек ждут своей очереди. Пришло время стихотворения лучшей городской поэтессы Александры Аксеновой. Обратите внимание и запомните, это первое и самое мягкое предвестие наступающего ледяного апокалипсиса. Обещают ведь, что на будущей неделе температура понизится до минус 40. Уже через несколько дней про нашу погоду вы таких добрых слов не услышите. Леденит зима седая, зрит столица свысока. Ей не спится, осуждает деревенский наш ДК. Весть принес им соловей про уральский наш музей. Вторил режиссер в момент, мол, у нас тут зомби-ленд. Ну, конечно, закрутилось, переполошилось знать. Мусульманин, что из силы, заорал к чертям взорвать. Ну, а мы спокойны вроде. Приезжайте, люди, сводим. Очень скоро гидромет обещает сорокет. Это была «Сумма за неделю». События из недавнего прошлого про самое настоящее. Все выпуски есть на сайте игбург.тв. Спасибо, что смотрели. Встретимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова